здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русский хван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о некоторых симптомах повреждения тлей начинающие садоводы могут вовремя не распознать повреждения тлей на некоторых садовых растениях на огородных растениях для иногда видно очень хорошо и очевидно на верхушках растений на поверхности растений на листьях и под листьями а вот на некоторых садовых растениях она иногда скрывается в странных местах и дает такие необычные симптомы смотрим на красной смородине симптомы повреждения тлей можно наблюдать виде вот таких пузырчатых краснеющих вздутий если перевернуть листочек то вот здесь вот можно наблюдать наличие насекомых тлей ну в данном случае их нету потому что я очень хорошо контролирую на этом участке садовых муравьев соответственно садовые муравьи не защищают колонии тлей вот для здесь появилась начала повреждать эти листья пришли сюда божьи коровки и другие хищные насекомые соответственно плюс здесь уничтожили ну если вы сомневаетесь в том что они могут уничтожить полностью популяцию ваших тлей и соответственно видите развитие тлей ну используйте щадящие методы борьбы все-таки это пищевое растение фазе уже такого скорого созревания на черной смородине симптомы повреждения тлей иные чем на красной чаще всего можно увидеть симптомы виде закручивающихся листьев на верхушке вот вот такие вот симптомы там в основании листа на обратной стороне поселяется тля здесь ее нету она уже искоренена и соответственно ее надо уничтожить когда вы убираете муравьев из участка то соответственно туда получают доступ всевозможные хищные насекомые и контролируют тлю видите вот здесь вот верхушечка уже подрастает что означает что тля была искоренена и продолжился нормальный рост побега борьба с тлями бывает достаточно сложно если конечно не использовать химические методы борьбы на яблонях и грушах тля поселяется на концах вот отрастающих побегов в том числе ну на сливе и на вишне других деревьях симптомом появления тли может быть ослабление роста 8 умельчание листьев какой-то нездоровый вид вот здесь классические случаи когда уже тлинка одна поселилась вот такая и здесь муравьи бегают ее уже защищают пасут скорее всего что это плодящая самка она отложит здесь яйца и разведет целую колонию что здесь черная тля вот опасность очень большой представляет для которая сера такого зеленого цвета часто поселяется на сливах на концах побегов до того как верхушки побегов уже практически и свянут измельчают и будут уничтожены иногда тяжело даже эту тлю и заметить то что она совершенно тон в тон и цвет в цвет с этими побегами поэтому надо не лениться осматривать верхушки побегов у слив у вишен на предмет наличия этой тли ну эту я задавлю но уже возьму на заметку что мне надо осматривать яблони с тем чтобы посмотреть будет ли развитие тли иметь здесь массовый характер излюбленным местом поселения черной и другой тли является калина вот такие вот симптомы характерны для повреждений тоже скручивание верхушечных молодых листьев там внутри находится тля защищает себя от осадков от всевозможных каких-то неблагоприятных явлений может она поселяться непосредственно вот на цветочных таких кистях в районе цветков соцветий и приносит достаточно большой урон и самой калинии ну и является таким местом распространения поэтому обязательно контролируйте тлю не только на огородных и садовых растениях но и на других и декоративных растениях ну и таких растениях на которые не часто обращают внимание такие как калина чтобы они не были источниками этих зловредных насекомых не используйте пожалуйста не соду не аммиак для борьбы с тлями а используйте нормальные методы которые действительно эффективны ну и в качестве бонуса этого выпуска я вам покажу симптомы вирусного заболевания у смородины вот смотрите вот так вот видоизменяются листья делаются такие ненормальной формы вытянутой на них имеется хлороз в виде таких вот желтых пятнышек и еще одним из распространенных симптомов вирусных заболеваний смородины является повторное цветение вот обратите внимание что в июне месяце смородина зацвела повторно при наличии здесь уже ягод вот таких все равно смородина зацвела то есть почки которые цветочные не были повреждены вирусом они зацвели в нормальное время и дали ягоды а те почки которые были повреждены вирусом они зацвели гораздо позже и ягод уже не дают если вы заметите подобного рода симптомы на своих кустах смородины выкапывайте как можно скорее сжигайте уничтожайте чтобы тля которая здесь будет пить из него сок не понесла эти вирусы на все остальные кусты поэтому вот следите пожалуйста внимательно за своими растениями чтобы не распространять вирусные заболевания убирайте источники вирусов и уничтожайте тлю спасибо за ваше внимание к нашему каналу задавайте свои вопросы на портале процветок точка ком мы всегда рады на них ответить для тех кто досмотрел этот выпуск до конца маленький бонус систематические обработки янтарной кислотой могут свести на нет повреждений тлей ваших растений это экологически совершенно безопасный и очень полезный для растений способ на этом я с вами прощаюсь всего хорошего а а а Субтитры создавал DimaTorzok